Ночь сиделки Все вы его знаете А режиссером выступил Джо Корнет Тот, который снимал Рио Браво с тем же Александром Невским В общем, команда работает вместе Студия Hollywood Storm идет к своей цели намеченной И вышел вот такой вот фильм И я его посмотрел Он, конечно же, позиционируется как хоррор, ужас, триллер И все прочее Хотя Александр Невский продюсировал этот фильм Но в самом фильме его не оказалось Он фотографировался с трупиками Помните, раньше тут были такие кадры Где он стоит с трупом каким-то, со скелетом там И фоткается для этого фильма Но в фильме его не было Он был всего лишь продюсером А главную роль сыграл Джо Корнет Собственно, сам режиссер Не знаю, с чем это связано Но Джо Корнет отыгрывал главного героя Это был такой детектив, который ищет Кто убил его мать И выходит на дом, где живет бабулька Которая, собственно, и есть Лилиан И которая, собственно, и делает такие вот проклятия Так вот, Джо Корнет изображал здесь Даже не саму себя играл А играл он, скорее всего, даже Александра Невского Потому что он ходил в кожаной куртке В очках И даже двигался он, как Александр Невский Я посмотрел и понял Такое ощущение, что он копирует его Прям Александра Невского И одел кожанку Даже чуть больше размером, чем ему надо И мне кажется, это была кожанка Александра Невского И очки тоже И он, как терминатор, ходил Ходил и искал По фильму, знаете ли Вот этих вот убийц его матери Конечно, в этом фильме он получился больше задумчивый Чем какой-то действительно человек Который разбирается в ситуации Но много по пляжу, как Невский Он, конечно, не ходил И вообще ходил он там не очень много Да и в фильме его было не так много Посидел с Эриком Робертсом чуть-чуть за столом Поездил на машине Ну и в конце появился как спасение Для вот этой женщины Которая сидела с бабушкой Такой вот демонической бабушкой Сюжет вы, наверное, уже знаете В общем, женщина устраивается Работать сиделкой К одной бабуле В такой большой старинный дом И бабуля оказывается непростой А может даже не бабуля Там, скорее всего, даже был еще и какой-то демон Который вселился в бабулю В общем, фильм пытается нас напугать Сюжет стандартный такой Практически Во всех триллерах Одной тоже, можно сказать Но Джокернет решил-то снять по-своему И снял Как уже я сказал В эпизоде снялся Эрик Робертс И мне кажется, большинство Вот это вот Большинство денег Со съемок ушло именно Да что за фигня-то Как я уже сказал В эпизоде здесь снялся Эрик Робертс Это было его такое маленькое камео Но я так понял Что большую часть денег Пришлось отвалить именно ему Потому что весь фильм оставшийся Можно сказать Сняли за день, за два Потому что все происходит в одном доме В котором принимает участие Бабуля Женщина-сиделка Ну и Джокернет Который сам снимает фильм Иногда появляется в кадре Эрик Робертс и Джокернет Общаются в начале фильма И видно как Такое ощущение Что они снимали Эрика Робертса отдельно Сначала сняли Эрика Робертса Потом сняли Джокернета А потом соединили По кадрам То один кадр, то другой кадр Как будто они между собой разговаривают И получилось так Что Джокернет смотрит Сидит за какой-то За забор Короче рядом Сзади забор Он смотрит за него И говорит И говорит что-то Эрику Робертсу А Эрик Робертс Также сидит С другой стороны И смотрит За этот же забор И При переключении Постоянных кадров Кажется Что они смотрят Оба куда-то За забор Не смотрят Друг на друга И создалось Впечатление Что они снимались И смотрят И смотрят Этот фильм Сделают работу Бюджетные Перемонтировал фильмы Когда сцены Там течет кровища Ломаются двери Монстр Какой-то там Рычит Бежит Все ломается Кругом Весь дом Горит Дымится А здесь видно Что они Пытались Боялись Просто даже Что-то сломать И Получается Что в фильме Они просто ходили По дому Ничего не трогали Сидели Только на диване И Все Чтобы только Сохранилось В целости И сохранности Также заметил В одной из сцен В серванте Сзади Женщина Которая Все время По телефону Разговаривает То есть Сидит с фонариком Вот в этом серванте Стоит Статуэтка Сталина Ну тут По-любому Александр Невский Сам Запихнул Эту статуэтку Видимо для того Чтобы сделать Какой-то вот Пасхалку Чтобы люди Посмотрели И вспомнили Про Россию Вспомнили Про Александра Невского В титрах Заправлены планшеты Космические карты Эту песню Товарищ Митрофанов Гагарин пел В космосе Также заметно Что фильм Низкобюджетный Потому что Много сцен Просто растянутых Затянутых Это все Можно было Гораздо Сделать быстрее Титры Титры Тоже шли Там Десять минут Перед титрами В последней сцене Камера летает По дому Там Десять минут И вот эти Двадцать минут Лишние Если бы убрать Да еще сократить Лишние Там Всякую Болтовню Можно было сделать Минут сорок Сорок пять И могло получиться Знаете Серия Из фильма Байки Из склепа Помните Был такой сериал И там В каждой серии Такой короткой По сорок минут В каждой серии Какой-то сюжет Был какой-то Свой ужастик Ну Правда Вот в фильме В байках Из склепа Там Постоянно В каждой серии Был какой-то сюжет И Все время Нам показывали Какие-то Людские Вот эти Грехи Людские Какие-то проблемы Там Ненависть Там Какой-то Все время Пытались Это показать Наверх Из-за чего Человек Страдает А в этом фильме В фильме Ночь сиделки Я не понял Что они хотели Показать Сиделка Вроде неплохая Была Да Хотела Много работать Заработать Еще немножко денег Зачем ее убивать Незачем В бабульку Вселился демон Ну Вселился Вселился Она старенькая Все равно бы померла В нее вселился демон Она дольше прожила Джокернет Который Детектив Он как бы Тоже здесь Не перешей Кобыли хвост И он Он ни в чем Не виноват Никаких проблем Проблема Только в том Что как будто У него убили 20 лет назад Мать И он вот это Разыскивает Кто это сделал Как-то все Натянуто Получается И Такого вот Эффекта Того что Зло наказано А добро Победило Тут в этом фильме Не получается Здесь получился Просто какой-то Какой-то хоррор Просто без идеи Ну демон он и должен быть злой Ну бабка здесь Заложник ситуации Сама сиделка Тоже ни в чем не виновата Когда начались экшн-сцены И нужно было Биться с демоном Вообще там Все как-то Фредди Крюгера Или длинная башка И зубы как у чужих Что-то такое Что бы выделяло Персонажа Или восставшие Зады там Зубами щелкали И был весь в этих В иголках В гвоздях Тут такой особенности нет Просто какая-то маска Купленная на рынке Я не знаю Она просто резиновая И сам главный Вот этот демон Во время борьбы Ведет себя вот так Прямо Хватает Что-то Кусает Ходит за ними И такое ощущение Что он боится Что маска у него А если он сделает вниз Как-то пошевелит башкой Маска у него отпадет Вот эта вот Мастика отклеится Маска отпадет И типа Провал дубля Поэтому они все прямые Ходят прямо Брусаются только Подушить чуть-чуть Потом Джон Корнет сам Не показывает никаких эмоций Стрельнет пару раз Тоже изображает Невского Стрельнет пару раз Тот его что-то по шее царапнул Но там он рот что-то открыл Типа больно И потом опять сидит Раненый Без эмоций Короче Сцена Драка вообще была Непонятная И кстати В конце титров Написали что Вот все экшн-сцены Делал тоже Александр Невский Он был еще продюсером А еще и он Экшн-сцены все Разрабатывал Поэтому Видимо Полез не в свое дело Короче Вот в другом фильме Где Невский Бился с жердяем И с карликом Вот там были поставлены Файтинги Поединки ставили профессионалы А здесь Сам Александр Невский Попытался поставить Какую-то боевку Ну с демоном Там как можно драться Он у него стрельнул Тот его подушил Он его толкнул И они все прямые Без эмоций ходят В общем боевка ужасная Я посмотрел Это Это я не знаю Такое ощущение Что вообще просто Школьники снимали В комнате что-то И сняли Да С резиновой маской На Хэллоуин Можно сказать Да и пугать в этом фильме Тоже пытаются Какими-то странными вещами Какими-то Знаете Которые были еще Я не знаю В 60-х годах То паучок выскочит Женщина там Тук То свечка загорится Неожиданно Та тоже Кто ее зажег Такие вещи Которые Знаете В семейке Адамс Были Вот И они их Почему-то поставили Такие моменты Для пугания Были вот именно Такие как в семейке Адамс Но в семейке Адамс Это сборище Таких вот Шутеечек Просто приколы А здесь они это реально Поставили и хотели Напугать И даже зрителя Хотели напугать этим Но напугалась Только женщина Которая снималась Кстати вот Которая сиделка Женщина Она сыграла Из всех них Более-менее классно Даже Эрик Робертс Ну Эрику Робертсу Просто не хватило Ничего Его просто посадили Сняли по тексту И все А вот женщина Снялась тут нормально Она прям Боялась Так боялась Она сидела С фонариком Тряслась Ну как-то Вот единственное Что в фильме Женщина снялась Реально По-настоящему И такое ощущение Что было Правда Боится Глаза Зрачки Уже ширины Черные Она сидит Боится Блин Вот в это Вот в это Я поверил Действительно В общем Фильм получился Очень слабым Я вот перед этим Фильмом Смотрел Другой ужас Восстание Зловещих мертвецов И там Мне действительно Было не по себе Действительно Атмосфера была Жуткая Вот эта Мать Мочила Детей бегала И смотрела В глазок Действительно Было страшно Кровища там Вот уж там Демон так демон Вот вселился Так вселился Там действительно Я подобосрался А здесь Здесь нет Здесь все как-то Как-то все Стеклянное Картонное И вполне Не страшно Я даже посмотрел Ночью И мне даже Потом Просто сидел И вспоминал Как они это сняли Как они здесь На диване сняли Хотелось просто Посмотреть Как они сняли Этот фильм А не как Не войти в эту Атмосферу Прямо И действительно Ужаснуться У них просто Не получилось Ну хрен бы И хрен бы На съемку Ну подумаешь Сняли Не очень хорошо Но в фильме Даже нету Каких-то Ярких героев Ну например Если бы вместо Джо Карнета Сняли реально Невского В этой же куртке В этих же очках То фильм бы был похож Там например На конец света С Арнольдом Помните Был такой фильм Даже этого Они не сделали И демон Сам демон Какой-то такой Просто маска Просто из магазина Никакой особенности Не имеет Просто волосатая маска Какая-то хрен Никто короче Нету ярких героев Поэтому Фильм еще Становится Еще блеклей от этого Честно говорю Лучше бы сняли Александра Невского По правде В общем Смотреть этот фильм Я бы рекомендовал Только тем Кто бы хотел Поддержать Студию Голливуд Сторм И саму Александра Невского Чтобы он В дальнейшем Продолжал снимать Такие же фильмы Но с работами Над ошибкой В каждом фильме И становилось бы Все лучше и лучше В противном случае Можете не смотреть Даже в ту сторону Вообще Кстати Если выпустить Этот фильм Не на DVD В хорошем качестве А на ВХС С рябью Там со всей херней Да еще и с переводом Какого-нибудь известного Нашего переводчика Даже хотя бы Гоблина То фильм бы Гораздо лучше смотрелся Было бы не видно Лишних вот этих Вот резиновой маски Было бы плохо видно Плохо видно Каких-то деталей И возможно Из-за такой вот Барахли Стало бы гораздо Лучше смотреться Стало бы гораздо Лучше смотреться Этот фильм Большинство фильмов В 90-х Мы так и смотрели Все рябит Ничего не видно Что-то черно-бело Как-то все плохо Но ты смотришь И уже додумываешь Кто там стоит Кто Какой там настоящий монстр Где он там лезет Показывает Какое-то черное пятно С глазами И ты думаешь Ни хрена Какой страшный монстр Поэтому Советую смотреть этот фильм Только на ВХС Запишите на камеру С телевизора А потом посмотрите Возможно Так будет гораздо лучше Поэтому желаю Александру Невскому И Джо Корнету Только дальнейших успехов И покорения Более высоких вершин Качество Ну и количество Качество Более высоких вершин